Всем привет! На ремонте Huawei P20 Lite вот с таким вот разбитием. Экран у нас поврежден, картинка пропала, но не беда, у нас есть новый дисплей. Вот так он выглядит, для вас ссылка будет в описании под этим видео. Проходите, смотрите, покупайте. Ну а мы приступим к ремонту. Для начала разогреваем телефон на сепараторе для равномерного нагрева и снятия задней крышки. Поехали! После того, как телефон разогрелся на сепараторе, берем лезвие, поддеваем в один из краев, заводим туда пластиковую карточку, добавляем немного изопропивового спирта, начинаем срезать заднее стекло. Аккуратно, не торопясь, мы никуда не торопимся, стекло нам следует не повредить, чтобы поставить его обратно. Карточка выскочила, еще раз поддеваем, можно маленько придержать ногтем и поехали резать дальше. Не забываем, что у нас там есть шлифа под этим стеклом, которые мы можем повредить и которые нам придется менять за свой счет. Так что стараемся далеко карточку не заводить. Еще подливаем спирта. Все, задняя крышка у нас отклеена. Приподнимаем, здесь у нас видим шлейф, раз, два, три, который мы не повредили. Выкручиваем все видимые винты и разбираем дальше. Так, все винты, которые нам будут мешать, я выкрутил, снял железные пластины, которые прижимают эти шлейфа. И мы видим, что дисплей у нас уже имененный. И за кадром телефон я еще раз подогрел на сепараторе. Но если у нас здесь T7000, подогрев у нас здесь будет бесполезен. Ну, не знаю, менял не я. Давайте посмотрим и попробуем отрывать старый дисплей. Дисплей очень плохого качества. Это было видно, вот так вот прям смотришь на него, как будто бы тач идет отдельно. Поэтому отрываем с корнями, не храним его. Такие дисплеи нам в коллекцию, в принципе, не нужны. Так, сеточка динамика у меня пытается убежать. Давайте его берем. Да. Телефон был собран явно наклеен, но не на T7000, а на B7000. Который маленько похуже, но тем не менее, тоже неплохо держит. Давайте теперь очистим рамочку и проверим наш новый дисплейный модуль. Итак, так как телефон севший, проверка дисплея прошла за кадром. Дисплей у нас работает, нареканий по нему нет, у меня полностью устраивает. С этой моделью есть одна большая такая неуприятность, неудобство. Снимаем вот эту вот защитную пленочку. Здесь есть шлейф тачскрина. Он вот такой вот деревянный. И на всех вот дисплеях, которые я менял, независимо от его качества, он вот такой. И сейчас надо умудриться вот этот шлейфик воткнуть вот в эту часть корпуса, чтобы у нас ничего не заломилось. Здесь рамочка вычищена до блеска. У нас здесь не осталось ни одного следа клея. Наносим наш новый клей. Это, повторюсь, у нас T7000. Именно T, не B, потому что B я не люблю. B держит хорошо, но со временем потом отлетает. Просто становится такой, как кисель, сопли. Ну, называйте, как хотите. Всех ассоциации разные. Но мне, короче, он неприятен после этого. Скажу честно. Аккуратненько наносим клей. Здесь у нас датчик приближения находится на отдельном шлейфе. Вот он, собственно, и находится. Единственное, там вверху есть индикатор. Его желательно не залить, иначе у нас не будет ничего моргать. Не будет у нас никакой индикации. Все, клей наводится только по периметру. Сюда мы ни в коем случае не наносим клей. Есть такие мастера, да, приносят телефон с других сервисов. У нас клей наносят прямо вот сюда, под подсветку. Ладно, я уже молчу. Ну, про AMOLED можно, да, AMOLED налить, конечно. И то все современные дисплеи Samsung, они как бы приклеиваются, да, там снизу. И как бы этот клей-то он в комплекте уже идет. Ну, нанесен. Ну, наши мастера берут китайский OLED-дисплей. И... Так, скажи, я скажу. И наносят прямо вот сюда вот какой-нибудь гермитос. Вообще красавцы. Я вот не помню, как стояла сеточка динамика. Думаю... Думаю, не так. Давайте ее перевернем все-таки. Потому что, мне кажется, она стояла все-таки вот так. Клей у нас за это время, конечно же, не засохнет. Ничего страшного в этом нету. Ну, о чем я говорил. Берем, собираем дисплей, вставляем в рамку. Вон там есть углубление под контроллер тачскрина. И вот в этом углублении нужно его оставить. И вот таким вот движением посадить на место. Да, сеточка динамика у нас стала на свое место родное. Теперь, как мы делаем Honor 10i10 Lite? Ну, вообще, обычно Honor, которые разбираются спереди-сзади, я делаю, клею заднюю крышку. Но здесь мы заднюю крышку в клее сейчас не сможем. Поэтому стягиваем на резинке и ждем, чтобы маленько схватился дисплей. Иначе он сейчас у нас отвалится опять и будем переклеивать. Давайте маленько подождем и продолжим. И я тут совсем забыл включить камеру. Телефон яблоко-булучно склеил. Вот так это выглядит. Еще не протирал. Все в клею. Но, в принципе, зазоры, швы, мне все нравится. Конечно, все работает. Я его подзарядил. Тач все отзывается корректно. Никаких у нас провалов нет. Все замечательно. Сейчас обратно стягиваю на резинке. Еще пару часов и клиент будет доволен. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на канал. Проходите в описании. Там есть ссылки для вас. И с вами был Руслан. До новых встреч. Пока-пока.